Новый план развития конкуренции до 2025 года, который в Рязанском УФАС ждут из Москвы, это своеобразная дорожная карта, перечень приоритетных для федерального центра рынков. По этому документу и будет теперь работать служба. Кстати, по предыдущему сценарию число нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти удалось снизить вдвое. Сработала самодисциплина. Достижение этого показателя было обусловлено, нанесенными в законы защиты конкуренции изменениями, которые позволили по предупреждению антимонопольного органа, органам публичной администрации, назовем это так, самостоятельно устранять нарушения антимонопольного законодательства без каких-либо процедур. То есть без процедуры возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, которое достаточно длительный характер имеет. И в случае выполнения такого рода предупреждения в добровольном порядке, это уфастые лица этих органов не поближат к привлечению к административной ответственности. Еще одна важная тема, судя по обращениям в УФА, с подключением электричества в частном секторе. Нарушение сроков технологического подключения, навязывание установки приборов учета. С прошлого года покупать счетчики – это задача сетевых организаций, заставлять вас покупать их за свой счет незаконно. Впрочем, есть здесь еще подводные камни. Потребитель начинает замечать, что показания приборов учета, которые в ней пронежат, странным образом себя ведут. Они, по их мнению, завышены. И потребитель как бы сделать уже ничего не может, потому что доступ у него, хотя он должен быть к электросчетчику, но он как бы отсутствует. А сетевая компания выставляет очень большие платежи, поясняя, что есть прибор учета, вот мы сняли показания. Здесь со стороны сетевой компании тоже могут быть злоупотребления. До Рязанской области это еще не дошло. А у других субъектов Российской Федерации есть такие жалкие потребители. То есть мы в курсе тоже будем за этим следить. Тема роста продуктовых цен на общественном совете всегда тема номер один, вне зависимости от повестки. Вот и на этот раз обсуждение было бурным. Недавний скандал с главными продуктовыми ритейлерами получил продолжение. Мы усилили свой контроль за ценами и в итоге в сентябре было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух крупнейших наших торговых сетей. Это «Магнит» и «Пятерочка». И в рамках этого дела мы более детально посмотрим, насколько обоснованно эти торговые сети устанавливали цены на овощи, картофель, морковь, лук, капусту в летний период. Каждый раз, когда цены увеличиваются, антимонопольные органы об этом знают. У нас есть и собственный мониторинг, поэтому все это позволяет нам оперативно реагировать и направлять свое время на запросы, смотреть, насколько обоснованно в той или иной сети выросли торговые наценки. Вопрос взаимодействия торговых сетей и поставщиков под пристальным надзором УФАС. Бешеных скачков цен не будет. Служба за этим проследит отдельно. Максим Васильев, Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, Телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!